Добро пожаловать на мастер-класс по вязанию яркого весеннего снуда от магазина клубки в корзинке. Это снуд в два оборота, его можно как на шее носить, так и одевать на голову. Для вязания данного снуда нам понадобится 3 моточка пряжи от фирмы Vita Harmony, переводится как гармония. Страна-производитель Германия, это хорошая такая полушерсть, на ощупь мягкая, гладкая, не колется совсем. В состав входит 45% шерсти и 55% акрила. Моточек весит 100 грамм и в моточке у нас 110 метров. Производители советуют брать спицы от 6 до 6,5 и мы с вами будем вязать на спицах данный снуд спицы номер 7. Это всего лишь на полразмера больше, чем советует производитель. Вы можете взять как прямые спицы, так и круговые, как вам удобно. Кстати, цвет очень красивый, я заказала 6310. Нежный такой сиреневый оттенок, очень красивый на мой взгляд. В магазине клубки в корзинке можете выбрать ваш любимый цвет. Как обычно мы вяжем небольшой образец. Снуд будем вязать узором двойной рис или двойная жемчужная вязка. Итак, начинаем вязание, оставляем примерно метр пряжи с правой стороны и на одну спицу мы наберем 40 петель. Как набирать правильно петельки, можете перейти в плейлист по вязанию спицами для начинающих и посмотреть. Петли старайтесь не затягивать, чтобы они у вас вот таким образом свободно перемещались на спицы. Вот мы набрали 40 петель и теперь разворачиваем вязание. И начинаем вязать первый ряд нашего узора. Первую петлю мы снимаем и первый рядочек провязываем таким образом. Одна петля лицевая, вторая петля изнаночная. Лицевая, изнаночная и так до конца ряда. Довязываем первый ряд и последнюю петлю всегда мы провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Вяжем второй ряд данного узора. Первую петлю мы всегда будем снимать. Второй рядочек вяжем по рисунку, то есть видим лицевую, провязываем ее лицевой. Видим изнаночную, провязываем ее изнаночной. И так до конца ряда. Последнюю петлю обязательно провязывайте изнаночной. Итак, мы с вами провязали 2 ряда. Следующие 2 ряда мы будем вязать в шахматном порядке относительно первых 2 рядов. То есть первую петлю мы снимаем и третий ряд вяжем в шахматном порядке. То есть там где была лицевая, провязываем изнаночную петлю. Там где у нас изнаночная, провязываем лицевую петлю. Где лицевая, изнаночная. Где изнаночная, лицевую. И так до конца ряда. Четвертый ряд мы провязываем по рисунку. То есть видим изнаночную, провязываем изнаночной ее. Видим лицевую, провязываем лицевой. Изнаночную, провязываем изнаночной. Лицевую, лицевой. И так до конца ряда. И в итоге у нас получается вот такой вот объемный красивый узор. Вяжется он очень просто, главное запомнить, что каждые следующие два ряда мы вяжем в шахматном порядке относительно предыдущих двух рядочков. И таким образом будем продолжать вязание дальше, пока не достигнет наше полотно длины примерно 150-160 см. И давайте покажу вам, как присоединить нить, когда закончится у нас пряжа от одного моточка. Лучше всего присоединять пряжу в начале ряда, это и удобно и красивее, если мы прячем кончики по краю снуда. Итак, например, у нас осталось сантиметров 10 ниточки, мы берем новый кончик пряжи, вот, оставляем также сантиметров 10. В следующем ряду вот эти две ниточки, это одна петля, их нужно провязывать как одну петлю. Такое присоединение абсолютно незаметное. Данной пряжей вязать очень легко, удобно, нить нигде не расслаивается, не цепляется. И вяжем снуд на нужную нам длину. Вывязала я все три моточка почти до конца, вот осталось только примерно полтора метра пряжи у меня. И теперь нам нужно правильно разложить снуд для того, чтобы его сшить. Смотрите, вот этот кончик у меня с правой стороны, вот здесь вот у меня лицевая сторона, и вот здесь вот изнаночная, и вот по кругу вот так вот идет изнаночная-изнаночная. Раскладываем таким образом, чтобы лицевой к лицевой, вот так вот стороне, и здесь у нас будет шовчик. Нам нужна именно такая сторона, где на конце полотна, видите, такие маленькие волны. Вот я вам поближе покажу, видите, такие маленькие волны, а с этой стороны у нас как бы такие штрихи. Вот эта сторона нам не подходит. Мы прикладываем два конца снуда, берем иголочку и вводим эту ниточку в иголку. Итак, мы сшиваем следующим образом. Вводим иголку в первую петлю, снимаем ее и просто протягиваем до упора эту ниточку. Протянули. Дальше берем второй конец полотна и вводим вот сюда вот иголочку в крайнюю петельку. Также вытягиваем до упора. Теперь мы вводим иголочку сверху вниз, вот в соседнюю ближайшую волну и вытягиваем до упора. Ищем первую петлю, которую мы снимали со спицы. Вот она. Прокалываем ее, одеваем на иголку и одеваем следующую петлю, которая у меня на спице. Снимаем со спицы ее и протягиваем до упора. Дальше мы ищем на этом конце снуда вот эту арочку, откуда мы выводили уже ниточку сверху вниз. Теперь в нее же обратно нужно ввести иголочку снизу вверх, подтянуть и рядышком соседнюю вот эту вот сверху вниз и выводим. Снова ищем петлю, которую мы снимали со спицы, вот так вот сюда вводим иголку, снимаем следующую и протягиваем. Дальше снова мы в эту арочку, из которой уже спускались вниз, вот так вот вводим вверх. Подтянули и рядышком соседнюю сверху вниз протянули. Дальше снова в петлю вводим иголочку, потом в петлю, которая на спице, снимаем их и продолжаем таким образом сшивать до конца. В конце мы как обычно вводим сюда петлю, последнюю спицу можно убрать, протягиваем до упора, дальше вводим снизу вверх и сверху вниз в крайнюю вот петельку. Теперь нам нужно спрятать с вами все кончики, которые есть на снуде. Нам нужно вывести иголочку на изнаночную сторону и дальше вы уже смотрите, как на вашем полотне можно аккуратно спрятать кончики. Можно выводить иголку то на лицевую, то обратно вот таким образом на изнаночную сторону, чтобы закрепить кончик нити. И потом короткими стежками вот такими вот протянуть ниточку в полотно. Через несколько сантиметров можно ниточку расслоить, один кончик протянуть через одну арочку вот эту. Вот таким образом мы протянули и теперь завязываем узелок. Раз и второй раз. Второй раз затягивайте потуже, можно еще третий раз завязать. Узелок получается маленький, его видно не будет. И дальше мы соединяем снова нити и продолжаем под эти стежки прятать кончик. Сантиметров на 5 в полотне вот таким образом протянуть нужно. И потом можно ниточку обрезать. Так поступаем со всеми кончиками. Все, наш снуд готов. Теперь его нужно постирать обязательно ручками. В машинке такие вещи не стирайте. В тепленькой водичке постирайте и высушите его на ровной поверхности. С вами была Ирина Ахман и интернет-магазин пряжи и аксессуаров Кубки Порзинки. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok